На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса должен разместиться вестибюль с гардеробом, кафе, медицинским блоком, а также универсальным игровым залом с душевыми и санузлами. Второй этаж по проекту отведен по тренажерной и аэробной залы со всем необходимым помещением тренеров и учебный класс. В новом спорткомплексе должен появиться и скалодром. Одновременно заниматься спортом в хоке смогут 80 человек. Думаем, что для микрорайона, который рядом здесь находится на Шевченко, это будет хорошее спортивное сооружение, которое в комплексе и со школой, и с детским садом, который здесь рядом находится, помогут населению, по крайней мере, заниматься социально-культурными и физическими своими какими-то занятиями спортом. Планируется, что один из самых больших спорткомплексов Севастополя станет площадкой для тренировок и соревнований сразу по нескольким дисциплинам – баскетболу, волейболу, теннису, бадминтону и даже мини-футболу. Кроме того, большой спортзал оборудуют трибуны и зрительскими местами, которые будут представлять собой сборную конструкцию. Большая часть строительных работ завершена. Уже обустроены внутренние инженерные системы, здание подключено к коммуникации. Сейчас рабочие завершают отделку спортивного зала. Остальные помещения полностью отделаны, как вы сегодня увидели. Там линолеум, покраска, все выполнено. Идет монтаж оконечного оборудования. Это светильники, розетки. Главное все оборудование находится уже на объекте. И также параллельно завозится технологическое оборудование. Есть бухверкное оборудование, столы, стулья. В принципе, до конца сентября мы планируем полностью все эти работы совершить. В октябре выйти уже на сдачу объекта и в октябре сдать объект. Всего в Севастополе по федеральной целевой программе ведется строительство еще пяти подобных спортивных объектов. Это фоки в Инкермане, селах Верни-Садовое и Кача. А также крытый каток в районе улицы Генерала Мельника и второй этап спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Яна Витринюк, Дмитрий Лелека, Сейфинформбюро.